Так, друзья, здравствуйте! Сегодня у нас начало лета 18 июня. Жизнь продолжается. Вот, я вам сейчас покажу переписку с одной удивительной семьёй. Почему удивительная, я объясню позже. Есть для того две причины, чтобы я озвучил нашу переписку. С их согласия, да. Вот. Ну, есть причина банальная, а есть ещё две причины. Просто захотели заказать уникальные котики. Заказали. Казалось бы, ну и что? Вот. Тогда я, когда ближе познакомился, когда понял, с какой удивительной семьёй имею дело, я сказал, Вера, Иван, можно я сделаю фильм, и надо ли скрывать ваши данные? Вот. Ответ был такой. Да можно, здесь на вашем канале только свои люди. А ещё есть ещё одна причина, почему я вот эти данные полностью озвучу. Давайте я добавлю голос. Барышева Вера Николаевна. 8 923 049 42 49. Адрес, индекс 603 145. Мало ли, может быть, кто-то... Плохо. На телефоне плохо видно. 603 145. Это индекс. Нижний Новгород. Советский район. Деревня Кузнечиха. Дом 89. Вот. Ну, а дальше... Сейчас вы почти всё узнаете. В конце интрига. Интрига в конце. Я всегда так делаю. Как говорил незабвенный стерлиц, последнее запоминается лучше всего. Вот. Итак. Косточки заказаны. Две пятьсот оплачено. Вот. Молодцы. И вдруг, оказывается, первый шаг на нашу дружбу. Пятьсот на фильмы. Пятьсот на фильмы. А я за фильмы плачу. А фильмов было, знаете, сколько? Пять тысяч сто было недавно. Вот. А вы представляете, сколько я на это сотен тысяч денег потратил? Я первую тысячу когда делал, я за каждый фильм монтировал. Они были длинные, по 2-3-4 часа. Я платил за каждый по тысячу рублей. Но это ещё те деньги. Пять лет назад. Десять. И поэтому каждый вот такой шаг для меня это проявление благородства. Я же не просил. А? Вера. Иван. А вы прислали мне пятьсот рублей на фильмы. Идём дальше. Значит. В одном из семинаров вы говорили о рецепте облепихового масла. Я вам выслал. Вот он. Кто ещё попросит? Вот вряд ли с фильма вы сможете вот это открыть. Так. Облепиховое масло. Это незабвенный Далматов Валерий Александрович, мой друг, Царство Монебесное, сделал эту статью. Она давно забыта. Спасибо, что вы вспомнили. И надеюсь, она вам пригодится. Итак, продолжаем переписку. Так. Я вам дочке горжусь. Всё, Вера. Я вас уже дочкой не раз назвал. Правильно? Вот. Их хорошо сделал. Вот. Хорошо быть молодым. Так. Ага, ага. 500 рублей. Малая благодарность за ваши бесценные фильмы. Спасибо. Вот. Заказала 10 черенков персиков. Да. Идём дальше. Опять заказ косточек. Вот. И всё это не бесплатно. Пусть со скидками, но не бесплатно. Вот. Идём дальше. Снова тот же адрес. И чё? Дальше. Интрига впереди. Вот. Я и мой муж Иван. Ваши верные последователи. Вот. Мы на черенке раззадорились. Та-та-та-та. Ну, пропускаю это. Идём дальше. Черенков заказано. Ой-ой-ой. Сколько. Ой, сколько. И вы знаете, мы поздно заказали. Это конец. Я так понимаю, это конец. Конец мая. Ну, тут уже сенсации вряд ли будет. Но в отчаянные люди. Вот. Теперь. Поделиться рецептом масла. А, нет. Это я просто вам статью отправлял. Долматого. Другого ничего у меня нет. Так. Теперь. Мы продолжаем нашу беседу. Сейчас ещё до аудио дойдёмся. Вот. Вот это вот. В одном из вебинаров я показал. Я, 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 на тот момент я забыл, чья фотография. Теперь я вижу ваше. Вот. А это уже фактически лето. Это уже то, что я называю прививки зелёные по зелёному. Вот. Ну, что-то вроде пошло. Я немножко, этот, скептик. Конечно, добиться такого же результата, как если бы это был апрель, конечно, это невозможно. Я понял так, что вам было немоготу, поэтому вы вдогонку прислали заказ на черенки. Вот. Косточки абрикоса. Вот пианисты от Милании. Сто штук заказали. Оплатили. Спасибо. Рыжий заказали. Серафим. Всё успокоиться не можете. Интрига впереди. Вот. И, наконец, подходим к главному. Одна из двух интригов. Эти две тысячи рублей от нашей семьи передайте Диане Жёлудевой. Она умница. Всё будет хорошо. Эта умница, эта самая, этой умница на момент, когда она забеременела, было 16 лет. Её бы надо ремнём пороть до этого, как забеременела. Но некому. Слово папа, она не знает. Ни разу в жизни не назвала это. Вот. Я её так дочкой зову, узнал о ней случайно, а вся их семья, это мама, инвалид. На съёмной квартире. Всё. И она собралась родить. Я сейчас уже дал, вам же всем друзьям сказал. Может быть, кто-то подарит коляску, в конце концов. Я тоже, у меня карман не бездонный. Вот. Его взяли, прислали две тысячи рублей. Передайте Жёлудевой. Вот так. И через несколько дней рожать. Вот. И спасибо вам, что вы мне доверяете. А это ещё не всё. Вот. Тогда я тоже расчувствовал себя. Ага. А вот ваше письмо. Бескорыстная помощь. То есть я что сказал? Да я вам косточки вышлю на эту сумму. Вот. И даже больше. А вы что? Мы бескорыстны. Это как маленький шажок в царстве и небесном. Мы сделали от доброго, от сестра сердца. А место и огонёк есть. Я спросил. А если я вам... Нет. А вы не купили на две тысячи у меня косточек? Вы подарили две тысячи? А я вам дарю косточки. Вы дарили и я дарю. Вот так и будем соревноваться. И это не конец соревнований. Я спросил. Будет ли у вас место? Есть у вас огонёк? Сказали, есть. Вот. И, наконец, вот эта вот фраза. Я всё время пишу. Всё, что касается этих сортообразцов, клонов, сенцев. Железово. А это всё должно расходиться по стране. Не стесняйтесь. Заказывайте тысячами. Выращивайте. Продавайте. Что мы имеем? Кстати, они... Помощь дьяни бесплатна. Вот. До всяких этих планов посадить часть косточек, вырастить сеянцы. Это было до того. Видите? До того. Значит, эта мысль появилась только тогда, когда они поняли, что куда ж им теперь девать-то. А вдруг и правда из этих самых сотен зайдёт. Даже если половина, уже девать некуда. И так, скажем, сеянцам доносить для людей, как нельзя делать. Как нельзя делать. Рассказывать вот бесшельный опыт, чтобы люди загорелись. Вот для чего они хотят продавать. И это ещё не всё. Вот. Тогда я сказал себе, это, давайте, нет, они взяли ещё две тысячи, прислали. Я схватился за голову, давай считать. Короче, я им вышлю на все четыре тысячи и сверх того. То есть я им вышлю триста косточек сыновей мальчурского абрикоса. Они меня спросили, а что же нам делать? Тут же, видите, переписка ещё есть такая. Звуковая. Что же нам делать-то? Что заказывать? Да самое главное, заказать сейчас то, что получилось у, пусть десятый раз, или восьмой, говорю. Ваулин, директор, и у директора института. Выписал у меня сеянцы Манджирского, самого патриарха. Он получил десяток, или там, 10-20 разных деревьев с рекордным урожаем. Молодые деревья. По 28-50 с чем-то килограмм с дерева. Молодёжь, совершенная молодёжь. Сеянцы. На пятый год заплодоносили. Вот. Ещё плюс три года, и дали рекордный урожай. Все плоды вкуснее моего Манджурса. Полтора-два раза крупнее. Значит, всё это есть. Да наверняка это, Вера, наверняка вы с Иваном видели. Именно то, когда я раскрыл доклад сенсационный Ваулина на этом самом... На какой-то там конференции, и где он всё это преподнёс как сенсацию. Так было? Кстати, ВКонтакте, он засослался, и у него ВКонтакте, он эти же косточки, которые из моих сенцев выросли, продаёт от 50 за 100 рублей косточку. Вот вам и бескорыстие. 50-100 рублей за косточку. Ладно, проехали. И тогда, значит, уже я говорил, что будет две, как сказать, темы. Первое, что вы... Ну, кто вас просил ещё 2 тысячи высылать? И опять Диане. И тогда я сказал себе, растите настоящий питомник, да, продажа. Благословляю. 300 косточек высылаю. Так? Вот. И не надо стесняться торговать. Всё. И вот, и кончился этот разговор вот так. Идея понравилась. Данные размещайте. Телефон, адрес. Посторонние люди ваших фильмов не смотрят. От садоводов мы засекречиваться не хотим и не будем. Итак. Внимание ещё раз. Ваша деревня. Вот. На слух тоже не мешает. Нижний Новгород, Советский район. Деревня Кузнечика. Вот интересно, раз это часть городской черты, деревня Кузнечика. Возможно, у вас климат потеплее, чем где-то там подальше. Вот. В Нижнем Новгороде. То есть, возможно, город вас обогревает. Дом 89. Телефон 8 929 049 42 49. Ну что, друзья. Не знаю, получился ли у меня фильм. Показать бы вам что-нибудь эдакое. Потому что я всего прошло 12 минут. А он у меня сам отключается, когда 20 минут. А не показать ли вам, что у вас должно вырасти. Сейчас. Тут неудобно, потому что фотоаппарат направлен на эту. На эту самую. Так, сейчас, 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 сейчас. Или здесь, или не здесь. У-ди-ви-ти-ли-ни-е. А дальше должно получиться. А, нет. Сейчас, 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 сейчас. Зачарованный мир садоводства А это про людей Тогда не здесь Сейчас я попробую Найти вот здесь Тут у меня секретов нет Вот Удивительное Выполняется Выполняется Опять зачарованный мир Тогда там не удивительное А загадочное Ребята прошу простить И все таки у нас время есть А я вас интригую Ведь это действительно удивительный мир Загадочное Нет Во первых ошибка Во вторых я на ней там смотрю Загадочное Да Сейчас Ну так бывает Мне мешает Этот аппарат Который Уперся в эту Который уперся в эту самую Так Левой рукой Вот они Загадочное Вот что я хочу вам выслать Вот они Смотрите Это статья Ее надо будет Как-то мне Перевести в аудио Отдельно Но я еще раз говорю Уже к вам Не копейки Вот Но каждая Мне обходится 200-250 рублей Каждая статья Не статья А каждый фильм А я же все это Хочу перевести В аудио Вот смотрите Вот он Нажорский Самые скромные Кисловатые плоды Пошли 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 Вот его дети Вот ребенок Вот Вот ребенок Видели какие ребята Вот это самый яркий Он настолько яркий Его полсотни По этих Его украли Полсотни плодопитомников Вот эту фотографию Вот А она знаете Самое интересное Значит Она была желтая Следующий урожай Желтая Третий год Она стала вот такая Я сделал фотографию Я губу раскатал Я не рассказываю Чтобы у меня покупали Косточки А на четвертый год Она опять желтая Хе-хе Но я Никого никогда не обманываю Когда вы купите С этого дерева Косточки А вы их не купите Потому что Я в этот раз Высылаю вам В виде ассорти То есть все Они в одной куче Вот Но это снова Это часть Вот этого Огромного Вы знаете Как оно уже Таким было Когда Это всего лишь Одна ветка Из пяти Знаете Каким оно уже Тогда было Оно было В 2007 году Вот таким 17 лет назад И дала 30 ведер 17 лет назад Вы представляете Какие урожаи Ждут вас У вас не самый Худший климат Нижнем Новгороде Вот Вот это особый случай Вот это дерево Было уничтожено Соседом Потому что Я посадил На его территории Плоды оказались С третьего года Съедобные Я рассказывал Вот А потом он взял И уничтожил У меня В последнем вебинаре Вы видели Пень Это от него Вот А вот это Самое сладкое Еще один Этот Сын Манджурца Еще один Сенец Выросил Да Вот такие урожаи Самый сладкий Оказался Он похож Хоть на что-то Хоть немного Вы понимаете Что все это С одного Дерева С одного Дерева Потомки Почему они такие разные Отвечаю Папы у них разные Папы А вот этого Кто Пырил У них таких Желтых И плодов Тогда не было Все равно Значит дедушка Как мечен Говорит Брали дедушка Бабушка Вот Вот еще один Вот Еще один А второй сладкий То есть у меня чисто сладкое Оказалось два А у Аулина Он утверждает Все Все дадим его Вот еще один Вариант Вот еще вариант Это ветка От бая Пошла Ниже прививки Вот Как интересно Нет Это Перезретые Перезревшие Раньше Косочки Только сгнилых Вот Шуршинский район Абрикос Амур Но это уже Другая тема Пошла А нет Сын манджурца Вот один из них Вот А вот еще один сын А Чувствуете Что они сладкие Ну Может с кислинкой Но Благородная кислинка А вот сам патриарх Вот так вот Значит 42 Это если 2 1 2 3 Вверх 42 Делим на 3 Получается 15 14 грамм Вот это Самое мелкое Это сам патриарх Есть Вот Сын манджурца Номер 2 Этот сладкий Да Вы сами видите Вот Вот еще Еще У меня их много А Кстати 15 Я их Выпилил 15 Манджурских Сыновей Огромные деревья Давали до 30 ведер Вот Рекорд 40 ведер Это зафиксировано На самом деле Больше С дерева С дерева Вот Все надо заканчивать Еще один А их уже нет Они выпилины Что тут про котики написано Продажа косик Имеющих крови Половину Или четверть Гена Манджурских Абрикосов Это уникальное Сочетание Мороцик В совместимости С культурными Сортами Реальное Продвижение На север И восток Есть по 100 грамм А еще Продажа косик Это моя возможность Выжить И продолжить Работу Вера Больше не копейки Вы и так Это Вывернули карманы Спасибо И за благородство Спасибо Что вы Незнакомой вам Девочке Дяне Высылаете И спасибо Что вы доверяете Мне В наше время Это Сами знаете Все Закончится 20 минута Просьба Разослать Файл Друзьям На сайт Ну короче Просьба Разослать Этот фильм Все Заканчиваю Благодарю За внимание Вот Как смог Ну и вам Успехов И благородном Деле Рассылки И продажи Моих Сортобразцов Бражусских Абрикосов Точка Продолжение следует